Привет! Покажу вам еще одну интересную идею. Нам понадобятся стяжки для троса. Восьмерка. С гайками-шестерками. Длинные гайки. Тоже шестерки. Они подходят вот сюда. А еще нам понадобятся вот такие палочки. Интересно, кто-то знает, что это? Этим железякам лет по 50. Это деталька от V-образного двигателя. Только там всего 4 цилиндра и 8 клапанов. Угадали? У двигателя нет цепи, либо ремня ГРМ. Нижний распредвал приводится от коленвала по шестерне. Толкает штангу. Штанга нажимает на карамысло. Карамысло нажимает на клапан. Вот такая система. Короче, это запарик. Качество вот этого литья желает быть лучшим. А мне нужно, чтобы все было красиво. Наведем марафет. Говорят всегда в новых перчатках. Вот вам поюзанные. И почти новый лепестковый диск. Так-то лучше убрал все вот эти зазубрины и кривизну. Это уже то, что нам надо. Наша штанга не совсем чистая. Но это не проблема. Люблю способ чистки для лентяев. Кстати, в перчатках работать с таким опасно. Здесь моментальный тормоз. Пользуемся этой техникой безопасности. Поможет перчатку намотать. Но у меня не намотает, потому что я второй рукой отпущу. Здесь у нас все чистенько. Оцинкованные железки, которые хотим покрасить. Лучше избавиться от цинка, чтобы краска хорошо прилипла. Я воспользуюсь своим любимым способом для ленивых. Электролит. Тот, что заливает в аккумуляторы. Как видим, электролит растворяет цинк. Помою руки на всякий случай. Кислота есть кислота. Вот так выглядит экспресс-чистка металла от цинка. Вот он, чистое железо. Соберем нашу конструкцию. Вот уже начало есть. Сейчас будет продолжение. Берем линейку, ставим на нашу штангу. И делаем замер очень точный. 174,5. Переносим размер на полосу. 174,5. Ставим точку. Ну, как-то так. Отрезал полосу. Что-то она толстая оказалась. Нашел чуть тоньше. Она мне больше нравится. Нарисую маркером, где она стоит. Теперь сделаем еще вот так. Ставим 7 миллиметров. Есть те, что волнуются за мой инструмент. Что я ним царапаю. Это же мой инструмент. Что хочу, то и ворочу. Верстак для токарного все не сделаю. Стоит на полу. Времени нет. Как-нибудь сделаем. Возьмем зинковку. Сейчас ее немного обработаем наждачной бумагой. Подготовим к покраске. У нас два варианта. Мы можем сделать зинковку вот здесь. Взять вот такие болтики. Пообрезать. Обрезать вот этот болт. Чуть покороче сделать. И позакручивать. Это слишком долго. И этого и так никто не увидит. Проверяем, чтобы все было ровненько. Вот. Усенцы остались. Избавимся от них. Ну вот что получилось. Одну точку немного горбик сделал. Ничего страшного. То вот здесь сварки нету. Нигде. Там где видно, там ничего не видно. Как вам такой вариантик? В этот раз мы это покрасим в черный цвет. Подогрею по моей секретной технологии. Горячая, я думаю. Я вам раскрою еще один секрет покраски. Сейчас это глянец. Вот я ее с двух сторон покрасил, чтобы был доступ. Смотрите, что я делаю. Я беру краску, наношу просто издалека, чтобы нанести чисто пыль. Из расстояния сантиметров 35. Это она уже подсохла. Это получается такой интересный эффект апельсиновой корки. Полумакс. Это все из опыта. Сколько лет всякого делаешь. Каждый раз что-то для себя новое узнаешь. Пробуйте. А вот вам результат. Что получилось. Черненькая, блестяще, матовая. Сварки здесь никакой нет. Ничего не видно. Так как я люблю. Вот эти ролики мне понравились. Они такие форму здесь имеют. Как раз то, что надо. Оно подходит. Мой стиль любимый. Железяки. Вот оно и получилось так красиво. Я вам еще попробовал, взял, если здесь резьба пятерка, я просто длинных гаек не нашел пятерок. Можно еще сделать такое же из арматуры. Вот вам восьмерка арматура. А вот десятка. Такую можно и побольше сделать. Там взять арматуру двадцатку, найти вот эти длинные. Сделать еще побольше. Кто не видел еще вот этот вариант нашумевшего видео, ссылку оставлю в описании. Посмотрите, как я это делал. А пока установим вот эту ручку на ее законное место, куда я хотел. Разметку я здесь уже сделал. Осталось только прикрутить. Ручка на своем законном месте. Вот это дубовая планка, обожженная и пропитана леном. Это когда-то была обналичка от дверей. То, что идет возле дверей советских дубовых. У меня их есть наборчик. Ждет только время, когда-нибудь здесь появятся ящики. Эта доска, это старая мебельная доска. Купил только за висы. Полка обошлась в копейки. Надо было пару часов времени потратить, чтобы ее сюда прицепить. Но одно я сделал. Может через годик-два здесь появится еще. Я очень долго все делаю. Но то, что я делаю сам, я ценю больше, чем то, что я покупаю. Ну, как-то так. Мне она нравится. Понравилась ручка? Ставьте два пальца вверх. Второй палец от вашего друга, с которым поделились этим видео. За это я вам оставлю ссылку в описании на вот этих два помощника, которыми я постоянно пользуюсь. Этот восстановил, этот сделал сам. На этом все. Добра. До новых встреч. Пока.